Канализационная труба замерзает, вода стекает в дом. В Якутске жители дома по улице Кеша и Алексеева 8,1 бьют тревогу. Кроме того, затопляет квартиры. Выше этажом протекают трубы в стояке. С подробностями Сырглана Фёдорова. Из-за необустроенных водоотводных путей канализация стекает прямо в дом. Только февраль месяц, а жильцов уже топит. И без того ветхий дом в любой момент может рухнуть. Провалившиеся полы, а под ними замёрзшая вода. Это последствия постоянных потопов. Дом заливают весной талые воды и круглогодично канализационные. Двери открываются с трудом. В одной из квартир проживает Екатерина Григорьева. Сырость – причина ещё одной напасти. Я уже ходила в мэрию. Я говорю, помогите нам, чтобы дом-то аварийным хотя бы признали. Деньги собирайте. Я говорю, ну вы со свой. Ну мы под суд пойдём. За окном – минус 45. А в доме всего 2 градуса тепла. Без обогревателей никак. И всё равно в квартире приходится носить верхнюю одежду и унты. Однако уже привыкших холода жильцов больше пугает другое. С каждым годом всё это хуже и хуже у нас в условиях. Вот печка вот обрушилась, не знаю, потолок может скоро обрушиться. Может, когда жертвы будут, тогда примут какие-то условия. По словам жильцов, под домом образовалась яма, в которую стекает вода из постоянно переполняющегося колодца. Накануне управляющая компания откачала фекальную жидкость. Но эта мера решает проблему лишь временно. Ну, вчера мы производили отогрев указанной трубы, так как водоканал не стал этим заниматься. А по поводу переполнения колодцев, это уже мы не можем там ничего сделать. Это водоканал должен заниматься. В свою очередь, в водоканале сразу ответить на наш вопрос попросту отказались. Мы комментарии не даём. Извините, до свидания. Дом 72-го года постройки Ветхим признан давно. Капитальный ремонт в плане фонда стоит лишь в 2020 году. Но уже сейчас жильцы с опасением ждущей весеннего половодья собирают подписи и намереваются провести экспертизу, чтобы наконец признать дом аварийным. Саргалана Фёдорова, Павел Пахомов, Якутск.